Восточно-экономический форум завершился в Владивостоке в начале этой недели. На его площадках инвесторы смогли ознакомиться с проектами регионов страны, в частности Якутии. И примечательно, что переговоры проходили на самом высоком уровне, уровне руководителей стран. Подробности далее. На Восточно-экономическом форуме много говорили об интеграции, состоялись встречи руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Большой интерес к сотрудничеству с Россией проявили главы Китая и Японии. И президент Кореи, и премьер-министр Японии прямым текстом заявляют, что они хотели бы работать с Россией, участвовать в создании такого уверенного в будущем евразийского континента. Если так подошли бы все лидеры стран, то у нас те проблемы, которые озвучиваются искусственно, на международном уровне не было бы. Поэтому очень нам надежно, что у Дальнего Востока, у восточного сектора развития очень большое будущее. Условия представителей бизнеса и для жителей Дальневосточного региона должны стать не хуже, чем в средней полосе страны. Об этом говорит президент Владимир Путин. И отмечает, что шаги в этом направлении должны быть сделаны в ближайшее время. В этой связи рассчитываю, что новый состав парламента в первоочередном порядке до конца текущего года рассмотрит закон, который обеспечит снижение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Вопрос непростой. Мы долго его дискутировали, обсуждали. Но решения на уровне исполнительной власти сформулированы и приняты окончательно. И чтобы Дальний Восток стал по-настоящему привлекательным, здесь нужно обеспечить комфортные условия для жизни, доступную ипотеку и развивать социальную инфраструктуру. Надо поднять уровень социальной обеспеченности, поскольку люди везде и всюду работают за деньги. Проблема, собственно говоря, не только якутских энергетиков, это проблема и энергетиков всего Дальнего Востока. В части обеспечения персоналом у нас особых проблем нет. Я имею в виду подготовки персонала. Мы работаем, прежде всего, конечно, с Северо-Восточным федеральным университетом, с Дальневосточным федеральным университетом. Мы получаем специалистов из Хабаровска, готовим в Омске. У нас есть свой учебно-производственный комбинат. Также во Владивостоке во время дискуссии на тему обеспечения инвесторов человеческими ресурсами говорили о привлечении людей на Дальний Восток. По прогнозам экспертов, уже в ближайшие годы здесь появится еще 80 тысяч рабочих мест. Согласно проекту концепции демографического развития Дальнего Востока, период 16-2020 года, это период закрепления, когда мы должны стабилизировать численность Дальнего Востока, ну как минимум на уровне 6 миллионов 200, 6 миллионов 300 тысяч человек. Инвестиции в развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, и в частности в республики и области Дальневосточного округа, создание на территории новых рабочих мест и комфортных условий жизни, об этом в основном и шла речь на всех площадках Восточного экономического форума 2016. Марина Захарова, Вадим Ганкевич, Стас Михайлов, Владивосток.